В интернете полно придурков, которые называют вот такие вот электродвигатели переменного тока бесколлекторными, бесщеточными, бесконтактными, ну и прочей всякой вот такой бесовской ерундой. Можно точно так же заявить, что это бескарандашовые двигатели, потому что в них нет карандаша, а безогурцовые двигатели. На самом деле все проще. Есть двигатели постоянного тока, есть двигатели переменного тока, поэтому вот этот вот двигатель переменного тока. И крутится, крутится он благодаря всего лишь одной катушке. для многих блогеров это вообще шок и парадокс как же можно с одной катушкой вот типа трансформатора такого и вдруг будет вращаться вот такой вот ротор но ротор вращается благодаря тому что у него там в алюминий впрессованы небольшие стальные пластинки они впрессованы немножечко наискосок а благодаря вот этим медным коротким виткам которые замыкают очень тонкую часть магнитопровода возникает разное торможение вот этого и вот этого магнитного сердечника результате магнитного перекоса этот ротор начинает подтягиваться все время в одну и ту же сторону то есть с одной стороны его подталкивает с другой стороны подтягивает а переменная поле магнитная из любой розетки просто по этому тонкому проводу конечно же меняется туда-сюда но меняется именно в толстой части сердечника из-за этих вот перекосов как раз и может крутиться этот вентилятор это скоростной маломоментный то есть маломощный электродвигатель часто они применяются в электропроигрывателях а сейчас в основном применяются для вентиляции но этот двигатель интересен еще и тем что клоуна его будут называть трехфазным потому как у него действительно есть три вывода и это обмотка хотя она и моно обмотка имеет отвод от средней точки так что скоро на этом двигателе мы точно сделаем трехточку ну он же трехфазный типа